Сочетание акробатики, танца, гимнастики. Это не спорт, вид искусства. Появился сравнительно недавно, но уже завоевал множество поклонников по всему миру. Это акробатика на воздушных полотнах. Тренеры утверждают, что заниматься может практически любой, вне зависимости от формы, телосложения и физической подготовки. Сегодня мы решим это проверить. Подопытный кролик я. Со мной заниматься будет профессиональный тренер Юлия. Здравствуйте. Здравствуйте. Слезайте, будете учить меня. Я полностью доверю свою жизнь профессионалу. Посмотрим, что из этого выйдет. Первое. Необходимо разогреть и растянуть мышцы. Второе. Понять теорию. Оборот рук, стоп, висы, подтягивания, вращения. Третье. Практика. Один из самых простых элементов. Это намотка ноги базовая. Полотно у нас уходит за спину. Мы его кладем на прогиб. Отталкиваемся опорной ногой и уходим в крутку. Выглядит зрелищно. Юля уверяет, что такой элемент сможет выполнить и любой. С индивидуальным подходом тренера получается неплохо. Завожу ногу, крепко беру полотно и полетела. Следующее упражнение у нас идет и на хват, и на баланс. Полотно будет вот здесь, вот-вот. Небольшой прогиб в спине, хват рукой. В принципе, то же самое, но задача усложняет. Поначалу сложно, но с третьей попытки получилось. Крутиться здорово, но главное делать это правильно, чтобы не закружилась голова, как это произошло в моем случае. Переходим к третьему упражнению. Ножки должны быть замотаны на одном расстоянии. Спина прямая. Аккуратненько просаживаешься. Оборот вокруг ног уже успешно освоила и растяжка. Крепко держу полотно, спина ровная, дальше шпагат. Невероятное ощущение полета и невесомости. Тоня, супер! Ничего себе! Мой урок окончен. Пора освободить снаряд для профессионалов. Все это не только выглядит волшебно, но и положительно воздействует на организм. Фигура превращается в идеальную. Стремясь удержаться в воздухе, спортсмены тренируют все группы мышц. Это очень важно, тем более на такой шикарной высоте. Соответственно, лишние килограммы тают просто как снег. Движения становятся пластичными и грациозными. Полезно для вестибулярного аппарата развивается точность и координация движений. А еще характер закаляет. Находясь на высоте нескольких метров, вниз головой учишься принимать решение молниеносно. Эта магия действительно доступна каждому. Кроме того, занятия на воздушных полотнах способствуют выбросу адреналина и доставляют невероятное удовольствие. Антонина Шитова, Алексей Сороженко. Утро нового дня.